Будущие телевизионщики на вступительных экзаменах в Казанском федеральном университете. Конкурс очень высокий, более 50 человек на место. А если брать вообще общий конкурс, то вот примерно такой, до 10 человек на место. У нас радует есть из кого выпирать. Ученики IT-лицея стали чемпионами в Олимпиаде юных геологов. С заданиями справляться тоже было сложно, так как были некоторые неожиданные задания. И, понятное дело, что есть еще над чем работать, но результатом я довольна. Актуальность проекта и для чего мы разрабатываем наш биомедицинский препарат, это для того, чтобы избежать диализа и трансплантации органа, а стимулировать восстановление тканей почек пациента. С органом возможно есть риск отторжения. И актуальность проекта и для чего мы разрабатываем наш биомедицинский препарат, это для того, чтобы избежать диализа и трансплантации органа, а стимулировать восстановление тканей почек пациента. Тем привет! В эфире «Универньюса» в студии Диана Желенкова. Вступительные экзамены в Казанском федеральном университете продолжаются. Очередь дошла до абитуриентов, желающих поступить на направление дизайн и телевидение. О том, как сдают внутренние и вступительные экзамены будущие телевизионщики, узнаем в следующем сюжете. Большая часть абитуриентов сдают экзамен в дистанционном формате. Часть, хотя такая большая, хорошая часть, там, по-моему, около 70-80 человек сейчас присутствуют в аудитории, они сдают точно, для того, чтобы уравнять, так скажем, шансы, для того, чтобы все были в равных условиях. В этом году у нас, несмотря на то, что он считается этот экзамен творческим, но он представляет собой тестирование. В этом году в Высшую школу журналистики и медиакоммуникаций подано около 2800 заявлений на все направления и формы обучения. Самый высокий конкурс традиционно он бывает на, даже там, где нет экзамена, это на рекламной связи с общественностью и на направлении телевидения. Конкурсы по бюджетным местам, но их мало, поэтому там конкурс очень высокий, более 50 человек на место. А если брать вообще общий конкурс, то вот примерно такой, до 10 человек на место. Нас радует, есть из кого выбирать. Действительно, есть из кого выбирать. Вот и Альбина Шофеева после вступительного испытания на телевидении записала стендап. Сегодня ребятам с направления телевидения предстояло написать экзамен. Они уже написали тестовую часть, обстановка сильно накалилась, ведь каждый из них понимает, что именно от этого экзамена зависит их будущее. Альбина Шофеева, Универньюз. Творческие экзамены прошли. Впереди еще несколько вступительных испытаний. У нас осталась математика, у нас осталась информатика и впереди большой день. Это такой день, комбинированный по экзаменам. Это резервный день, 26 число. Это именно для тех категорий граждан, которые не успели сдать экзамены по датам, по какой-либо уважительной причине. Мы принимаем тоже большое количество заявлений на регистрацию на резервный день. Поэтому один из больших дней тоже будет 26 июля. Энджимя Небаева, Ленарда Влитяров, Универньюз. Лицей имени Лобачевского и СОНС-АйТи Лицея Казанского Федерального Университета вошли в десятку лучших школ Казани. Рейтинг, составленный на основе результатов ЕГЭ с лучшими баллами по русскому языку и математике, опубликовала мэрия Казани. Учащиеся команды ферсман АйТи Лицея Казанского Федерального Университета приняли участие в 7-й республиканской открытой полевой олимпиаде юных геологов и стали чемпионами. Как им удалось завоевать победу, узнаем в следующем сюжете. Республиканский этап олимпиады прошел в городе Альметьевск. В команде традиционно 8 человек, которые приняли участие в 11 различных видах соревнований. Геологический маршрут, минералогия, палеонтология, полевая стоянка и другие. На базе нашего лицея создана так называемая геологическая площадка. Ребята изучают геологию в рамках кружковой деятельности. На базе лицея предпределяю я. Кроме того, во втором полугодии этого учебного года прошедшего, участники нашей команды выезжали на занятия в институт геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета. На базе института проходили практические занятия, которые, конечно, помогли нам хорошо и качественно подготовиться. Первенство в индивидуальном зачете досталось Элина Латфулиной. Бронзу забрал Адель Сангатулин. По словам участников, к победе привел только упорный труд, потому что при подготовке нужно было запоминать большой объем информации. С заданиями справляться тоже было сложно, так как были некоторые неожиданные задания. Понятное дело, что есть еще над чем работать, но результатом я довольна. Сейчас команда готовится к всероссийскому этапу Олимпиады, который должен пройти в Екатеринбурге. Но в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Свердловской области было принято решение провести Олимпиаду в онлайн-формате. Инжеминибаева, Универньюс. Завершилась школа творческого актива «Я. Творчество КФУ». В летней школе приняло участие более 50 студентов из разных институтов Казанского федерального университета. Лекарство от почечной недостаточности разрабатывает молодой ученый Казанского федерального университета Марина Гомзикова. Исследования получили грантовую поддержку Российского научного фонда. О разработке средства, способного заменить трансплантацию органа, расскажет наш корреспондент. По статистике, за последние 20 лет заболеваемость почечной недостаточностью в России увеличилась в 4 раза. И если на ранних стадиях болезнь, приводящая к нарушению всех функций почек, поддается медикаментозному лечению, то на поздних стадиях оно бессильно. В таком случае состояние пациента будет зависеть от диализа, удаляющей из организма продукты обмена веществ и жидкости, которые почки не в состоянии удалить. Но диализные кабинеты не справляются с большим потоком пациентов. Альтернативным вариантом может оказаться пересадка органа. Для трансплантации органов существует недостаток, острый недостаток донорских органов. И кроме того, при трансплантации органов есть риск отторжения. И актуальность проекта, и для чего мы разрабатываем наш биомедицинский препарат, это для того, чтобы избежать диализа и трансплантации органа, а стимулировать восстановление ткани почек пациента. Разрабатываемое учеными КФУ лекарство представляет собой физический раствор, который будет вкалываться пациенту внутривенно. В нем будут находиться так называемые микровизикулы, проще говоря, микроскопические пузырьки, выделяемые клетками как животных, так и человека. Стоит отметить, что Марина Гомзикова вместе с коллегами начала изучать их практически 10 лет назад. За это время удалось установить, что микровизикулы стимулируют выживаемость клеток, прорастание кровеносных капилляров и подавляют нежелательные иммунные реакции. Мы исследовали их восстанавливающую активность, то есть регенеративную активность на различных моделях повреждений органов. Это повреждение нервной ткани, это повреждение легочной ткани. И вот в настоящем проекте мы исследуем их биологическую активность и способность стимулировать регенерацию на модели повреждения почек. Сами по себе микровизикулы – это лишь переносчики биоактивных молекул. В норме они выделяются почти всеми клетками организма, но больше всего целебных свойств содержат микровизикулы стволовых клеток. Их выращивание происходит в специальном инкубаторе. Вот в таких фласках мы выращиваем клетки человека и животных. Они находятся сейчас в питательной среде. Клетки прикреплены к дну чашки. И после того, как мы поменяли или добавили новую питательную среду, новую порцию питательной среды, мы ставим их в инкубатор. Здесь в инкубаторе они растут. Инкубатор поддерживает условия среды – это температура 37 градусов и процент СООО 2-5%, которые эти условия имитируют внутреннюю среду организма, комфортную для роста и деления клеток. Следующим этапом исследований станет введение раствора из микровизикул лабораторным мышам. Главным критерием успешности станет сначала безопасность, а затем эффективность средства. Лишь при строгом соблюдении этих факторов участвовать в клинических испытаниях смогут в дальнейшем и люди. На первом этапе происходит оценка безопасности препарата и только безопасности. А далее уже оценивается его эффективность для лечения заболеваний. По словам Марины Гомзиковой, при эффективности микровизикул лекарство может быть разработано уже через 6-8 лет. Препарат сможет помочь не только в лечении почечной недостаточности, но и при токсических повреждениях внутренних органов. Диана Желенкова, Виолетта Басова, Универньюз. На этом все. В студии была Диана Желенкова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!